Друзья, всем привет! В этом видео я вам покажу отель Royal Holiday Beach Resort 5 звезд. В общем, смотрите это видео, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой объективной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Смотрите, какие у нас две пушки сразу перед входом в отель. И вот вторая. Так, зашли на территорию, слева у нас ресепшн отеля. Вот он, такой белый в мраморе. На первый взгляд, интересно смотрится. И дальше за ресепшном, ребят, у нас что-то похожее на лобби-бар. В общем, алкогольные, безалкогольные напитки, пиво здесь есть на баре. Пойдемте дальше, посмотрим, что тут, как тут выглядит. И пройдемся по территории, посмотрим, как выглядит территория, как выглядят номера. Возможно, мы дойдем к пляжу. Не обещаю, потому что времени немного у нас на этот отель. Итак, пока я вам буду показывать территорию отеля, вернее, наверное, правильнее сказать, состояние территории и инфраструктуры, постараюсь вам рассказать несколько основных моментов по данному отелю. Значит, первое, это расположение отеля. От аэропорта отель находится всего лишь примерно в 10 километрах. То есть, трансфер ориентировочно должен быть непродолжительный. Но все зависит от того, сколько отелей будет перед тем, как туристов привезут сюда. Это может быть и полчаса, а может быть и даже целый час. Сразу говорю, пляж в этом видео я вам не покажу, так как у нас не было времени посетить пляж. Но по пляжу могу вам сказать, что он небольшой. И если отель будет хорошо заполнен туристами, то занимать шизгонки и зонтики нужно будет с утра пораньше. Еще очень важная особенность этого отеля, это стоимость отдыха тут. Потому что, ребята, стоимость говорит сама за себя. Посмотрите влево, посмотрите вправо, посмотрите на цены на другие отели. Не зря. Стоимость на этот отель, как правило, одна из самых низких. То есть, этот отель, можно сказать, самый дешевый среди всех пятерок в Шарм-эль-Шейхе. И, естественно, эта стоимость будет отражаться прямо пропорционально на сервисе в этом отеле. И, наверное, один из самых важных моментов по данному отелю, это кому подойдет этот отель и кому стоит ехать сюда отдыхать. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как семьям с детьми, молодежи, либо туристам в возрасте ехать сюда, либо не ехать, это, наверное, будет зависеть от того, насколько у вас есть денег, чтобы отдохнуть в Египте. Другими словами, это самый экономный вариант среди всех пятерок. То есть, если у вас есть пару сотен баксов добавить, то добавьте и отдыхайте отлично. Если нет, то закройте глаза на сервис в данном отеле и получайте удовольствие от нереально красивого Красного моря. Ну, либо еще покататься по экскурсиям. Так, ребят, показываю вам номер. Смотрите, как он выглядит. Это нестандартный ихний дизайн. Но, в целом, вот кондиционер хорошо работает. То есть, зашел я в номер, здесь хорошо, комфортно. Номер Connect. Есть переход еще в один номер. Так, вот показываю террасу. Ух ты, тут такая деревянная дверь. Как она открывается? О, открыл. Смотрите, терраса, два стула, мягкая часть, вот эта подушечка, она такая грязненькая. Ну, в общем, видно, что эконом. И выходит вид с этой террасы на территорию отеля. Так, показываю вам санузел, ребят. Значит, смотрите, вот наш умывальник. В принципе, все чистенько. Скромная косметика. Ребят, я удивлен, но здесь фен нового образца. Так, смотрите, вот он. Такая компактная ванная. С душем, но все чисто. И вот туалет. Ну, нестандартный серый унитаз. И беленькие полотенчика. И дверь в фирменном стиле Сонесто. Вот она. Холодильник, ребят. Ну, в принципе, холодильник чистый. В принципе, самое такое, как бы, нестандартное. Это мебель вот в таком вот виде. Это вот, смотрите, какой стул. В марокканском типа стиле. Вообще, сам номер чистый. Чистый и с нормальным ремонтом. Звук кондиционера, конечно, слышно, когда он работает. Ну, в принципе, это опять в экономах почти всех такое. Вот наш пульт от кондиционера. Ну, ребят. Вот, собственно, так выглядит примерно номерной фонд отеля. И пару слов о питании в данном отеле. Значит, смотрите, конкретно я тут не кушал. Но туристов, искушенных ценой отдыха в этом отеле много. Поэтому, в принципе, отзывов достаточно от наших туристов. Соответственно, как бы, те туристы, которые там отдыхали, допустим, в хороших четверках, в Шермальшейке, говорили, что все-таки в тех четверках питание было интереснее, чем тут. Но тут цена все говорит за себя. То есть, туристы, которые едут на отдых и для них очень важный критерий питания, нужно все-таки выбирать другой отель. Добавлять к своему бюджету на отдых несколько сотен долларов. И тогда у этих туристов будет все окей. В данном отеле питание есть. Его, в принципе, в достаточном количестве. Оно вполне съедобное. Но, чтобы оно было интересное, тут никто еще такого из наших туристов не говорил. И никто голодным не остался. В общем, ребят, извините за такое короткое видео, но, в принципе, по данному отелю больше особо не покаешься. Насчет пляжа, смотрите, я вам не показал, мы не ходили к пляжу. Здесь небольшой участок пляжа этого отеля. И, смотрите, значит, шезлонги, зонтики нужно занимать, как правило, обычно с утра, если отель полностью заполненный. Значит, на входе там, это мои туристы мне рассказывали, что на дне, в общем, не очень удобный заход в море. Для этого вам нужно просто чуть-чуть вправо в пляже, на пляже пройтись, на пляж отеля Гафи, который справа, и зайдете в море. Нормально зайдете в море. Собственно говоря, как бы просто, это очень-очень экономичный отель, экономика. И, естественно, ничего тут такого интересного в отеле не будет, кроме одного параметра. Это Nama Bay, это самое теплое место. Здесь рядом инфраструктура, и, как правило, этот отель самый-самый-самый дешевый. Собственно говоря, ребят, такая инфо. Подписывайтесь на канал, смотрите мои обзоры, и будете в курсе самой полезной информации, чтобы все ваши предшествия были только с положительными впечатлениями. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok